Расскажет подробнее. Надувные лодки, рафты, каноэ, снаряды для акробатики и гимнастики, теннисные корты, ангары. Всё, что можно надуть для оперативного развертывания, создают на этом производстве. Буквально с нуля. Собственное конструкторское бюро учитывает любые пожелания заказчика. Будь то МЧС, ковидный госпиталь Вленэкспа или спортсмен-экстремал. Мы делали надувные дезинфекционные камеры, где обрабатывали специальными растворами врачей, чтобы защитить их от проникновения вируса. Делаем спасательные плоты. Делаем для, например, защиты от наводений. Это водоналивные дамбы. Быстро разворачиваемые мобильные госпитали. Ты собрал, решил задачу, убрал и легко транспортировал. 6000 единиц в год. Это производственная мощность этого предприятия. На трёх площадках и в конструкторском отделе работает 90 человек. Большая часть процесса – ручной труд. Тут и лишь несколько операций автоматизированы. Например, раскройка. Но и тут нужен оператор станка. В данном случае молодой человек – выпускник политеха. Но большинство сотрудников могут получить профессию только тут, на месте. Здесь в основном – это умение работать в чертёжных программах и разбираться в компьютерах, по большому счёту. К сожалению, нет такой профессии. И сейчас в России. И, как правило, сюда приходят люди, которые просто любят руками работать. Они дружат, как говорится, с головой и руками. И мы обучаем их. У нас есть свой внутренний учебный центр. Мы каждого сотрудника представляем более опытному. Он передаёт ему знания. При этом, конечно же, ему нужно уметь читать чертежи. Поскольку такой учебной программы в вузах и колледжах нет, то будущий абитуриент и не найдёт упоминания об этой профессии во вспомогательных брошюрах. И тут на выручку приходит промышленный туризм. Водить экскурсии для детей и взрослых для этого предприятия не в новинку. За время собственной экскурсионно-образовательной программы здесь вывели оптимальную формулу. Если это дети, то группа максимум в 20 человек, из которых четверо – взрослые сопровождающие. Одна группа в день – это наилучший вариант с учётом масштаба производства. Наработанным опытом директор поделился и с экспертами, составлявшими дорожную карту программы промтуризма. Более того, Илья Губарев считает, что нужно показывать производственные площадки не только для профориентирования школьников, но и конкурентам. Ведь вместе можно гораздо быстрее и качественнее развить сферу. И выигрыши окажутся все. Дети рассматривают эти производственные структуры не с точки зрения предпринимательской деятельности, как начальника. Они понимают, что всегда нужно начинать с самого малого. Это не всегда сразу имеет какую-то коммерческую ценность. То есть это скорее такая будущая перспектива, инвестиции. Мне было 12 лет, мне отец впервые привёл на большой машиностроительный завод. И после этого моя жизнь изменилась. Я стал инженером, а теперь владельцем такой компании. То событие очень сильно на моей жизни отразилось. И я уверен, что те люди, которые бывают у нас, и дети, они по-другому начинают воспринимать мир, относиться к людям и уважать труд, во-первых, и понимать, что это непросто, понимать, что в жизни можно быть разным. Не только блогером, не только менеджером, не только в Макдональдсе работать или курьером. Ты можешь в любом возрасте получить любую профессию. Получают профессию и обретают хобби. Создавая каноэ или рафт, сотрудники в последующем увлекаются сплавами по горным рекам. Так и с детьми на экскурсии. Некоторые только здесь узнают о тех или иных видах спорта и понимают, что можно построить ещё и спортивную карьеру. Елена Аспаева, Егор Отлов и Дмитрий Павлов, Петербург.